Будет ли девальвация, насколько гривна устойчива по внешним потрясениям. Опять же, мое понимание такое, что при сценарии глобального замедления с гривной ничего плохого не случится. Хотя давление абсолютно девальвации будет. Возможно, мы еще в сентябре, октябре услышим о том, что повышается спрос на валюту. Вот со стороны импортеров, так что импортеры придерживают выручку. Самый главный вопрос, может ли в таких условиях Национальный банк удержать курс валюты. Сейчас из всех заявлений чиновников, из действий самого Национального банка, мы видим, что он предпринимает все усилия для того, чтобы курс удержать. То есть есть политическая воля, скажем так, и есть возможности для того, чтобы удержать гривну от ослабления. И, в общем-то, возможности, это то, что у Национального банка достаточные резервы, сейчас 38 миллиардов. И то, что дисбалансы во внешнем секторе, они гораздо ниже, чем были в середине 2008 года. То есть дефицит текущего счета сейчас практически в два раза ниже, чем был в середине 2008 года. Опять же, на внешних рынках мы не ожидаем таких больших проблем на кредитных рынках. То есть компании и государства все-таки продолжат занимать средства на внешних рынках. Поэтому спрос на валюту будет на такой стены, как был в 2008 году. Но пока основной базовый сценарий, что Национальный банк сможет удержать курс за счет резервов, хотя потери в резервах будут достаточно большие.